Вечером 15 сентября в правоохранительные органы поступил сигнал о том, что недалеко от первой школы в этом гаражном массиве и именно в этом гараже неизвестный мужчина изнасиловал дошкольника. По данному факту в следственном деле было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных пунктом Б, ч. 4, ст. 132 УК РФ, то есть иные насилие действия в сексуальном характере, что совершено в отношении малолетнего. Преступление считается особо тяжким, поэтому поиск злодея был приоритетной задачей для всех стражей порядка. Работа кипела. Пройден осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и свидетели происшествия, составлен подробный фоторобот, разусловленные ориентировки по всему Пермскому краю. По поручению начальника главного управления УДРС по Пермскому краю для раскрытия преступления был направлен начальник управления уголовного розыска Вячеслав Голдобин. В ходе комплексных мер даже видео с камер наблюдения нашли, где был запечатлен предполагаемый подозреваемый. Как вскоре выяснилось, не местный мужчина 1970 года рождения. Им отказался приезжий житель города Перми, который находился здесь, в городе Садикамске, в командировке. Личность этого гражданина была установлена, он был задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по данному уголовному делу и сбор дополнительной информации. Например, выяснение причастности к аналогичным действиям в Перми. Сейчас задержанные в СИЗО. Родители могут выдохнуть спокойно. Для справки наказания за это особо тяжкое преступление от 12 до 20 лет лишения свободы. Мы будем следить за расследованием и расскажем, когда дело дойдет до суда. Антон Старостин, Михаил Морошкин, телекомпания Соль ТВ.